Легковой автомобиль – это автотранспортное средство, предназначенное для перевозки от 1 до 8 пассажиров и багажа. Мотоцикл – это двухколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания. Главными отличительными чертами мотоцикла являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом. Лимузин – это длинный легковой автомобиль, который оснащен перегородкой между водительским отделением и остальным салоном. Автобус – это автотранспортное средство, предназначенное для перевозки 8 и более пассажиров. По своему назначению автобусы могут быть различными, например, городскими, пригородными, междугородними, экскурсионными или вахтовыми. Микроавтобус – это небольшой автобус, в котором может быть не более 17 пассажирских мест. Длина такого автобуса не превышает 5 метров. Междугородний автобус предназначен для перевозки людей на дальние расстояния. Такой автобус должен иметь удобные кресла с откидной спинкой, большой объем багажного отделения, места для ручной клади и иногда туалет. Вахтовый автобус предназначен для перевозки рабочих к местам проведения строительных, ремонтных и прочих работ. Зачастую такие автобусы строятся на грузовой базе. То есть вместо грузового кузова на шасси грузовой машины устанавливается пассажирский салон. Такси – это автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров или грузов, где проезд оплачивается на основании показаний счетчика. Преимущество такси перед общественным транспортом заключается в том, что такси довезет вас быстро и прямо в нужное место. Вам не придется ждать автобусов или проходить большие расстояния пешком. Полицейский автомобиль используется полицией для патрулирования трасс, улиц и других общественных мест, для оперативного реагирования на происшествия, для погонь, спасательных и специальных операций. Машины полиции оснащены проблесковыми маячками, сиреной и радиопередатчиками. Автомобиль скорой помощи предназначен для перевозки в больницу людей, которым необходима срочная помощь врачей. Например, скорая помощь приезжает к пациентам с травмами, отравлениями, обострившимися заболеваниями и при несчастных случаях. Следуя по вызову, автомобиль скорой помощи имеет ряд преимуществ перед другими участниками дорожного движения. Он может проезжать на красный сигнал светофора, двигаться по односторонним улицам в запрещенном направлении или ехать по встречной полосе и трамвайным путям, когда движение по своей полосе невозможно из-за пробок. В таких случаях обязательно применяются спецсигналы – проблесковые маячки и сирена. Ретроавтомобилем называется любой достаточно старый автомобиль, который в силу возраста уже не может выполнять функции повседневного средства передвижения. В учебном автомобиле водитель-новичок обучается вождению в присутствии опытного инструктора. В отличие от обычного автомобиля, учебный оборудован дополнительными зеркалами заднего вида для инструктора, а также дублирующими педалями тормоза и сцепления. Узнать учебный автомобиль можно по знаку «У», располагающемуся на крыше автомобиля и иногда на дверях или стеклах машины. Трактор – это машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы. В зависимости от выполняемых задач, трактор оснащается соответствующим оборудованием. Трактор отличается низкой скоростью и большой силой тяги. Экскаватор – это основной тип землеройных машин, оснащенных ковшом. Экскаваторы применяются для разработки грунтов и погрузки сыпучих материалов на стройках, в дорожном строительстве, в карьерах и на горных выработках. Подметально-уборочная машина – это транспортное средство, используемое для уборки пешеходных зон, парковых территорий и автомобильных дорог. Мусоровоз – это грузовой автомобиль, предназначенный для загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки мусора. Мусорная машина вывозит мусор с территории населенных пунктов на свалки, мусороперегрузочные станции или мусоросжигающие заводы. Самосвал – это грузовой автомобиль, кузов которого может наклоняться для выгрузки груза. Каток – это машина, у которой вместо колес находятся специальные цилиндры. С их помощью и благодаря своей массе каток уплотняет грунт или асфальт. Современные дорожные катки способны развивать скорость до 14 км в час, но для большинства из них максимальная скорость не превышает 5 км в час. Асфальтоукладчик – это дорожно-строительная машина, предназначенная для укладки асфальтного покрытия при строительстве дорог, а также для асфальтирования тротуаров и промышленных площадей. Его задача состоит в том, чтобы распределить асфальтобетонную смесь и сделать ее предварительное уплотнение по поверхности дороги. Далее за дело берется каток. Дорожная фреза – это машина, предназначенная для рыхления и измельчения грунта. Она используется при ремонте автомобильных дорог для удаления верхнего слоя асфальтобетонных покрытий. Машина для ямочного ремонта используется для ремонта дорожного полотна, имеющего незначительное количество повреждений. При ремонте выбоин такая машина сначала чистит необходимую поверхность при помощи воздуха под давлением, а затем доставляет наполнитель, состоящий из разогретой асфальтной крошки и битума. Кран-манипулятор – это кран, установленный на автомобильном шасси и служащий для загрузки, разгрузки и транспортировки одиночных грузов в кузове, а также для проведения монтажных и ремонтных работ. В некоторых случаях автомобиль, оснащенный краном-манипулятором, может заменить собой грузовой автомобиль и автокран. Скутер – это разновидность мотоцикла, имеющая более удобную посадку за счет выемки с площадкой для ног. Двигатель скутера обычно располагается под сидением, а колеса имеют уменьшенный диаметр. Мопед – это легкий мотоцикл, имеющий максимальную конструктивную скорость не более 50 км в час. Автобетоносмеситель или бетономешалка – это грузовой автомобиль, оборудованный вращающейся емкостью для перевозки бетона. Использование такого транспорта для перевозки бетонной смеси обусловлено тем, что смесь должна оставаться однородной и быть защищена от воздействия ветра, солнечных лучей и атмосферных осадков. Сохранность и однородность бетонной смеси обеспечиваются вращением барабана, внутри которого находятся спиральные лезвия. Автоцистерна – это автомобиль, оборудованный цистерной. Он предназначен для перевозки и временного хранения сыпучих грузов, сжиженных газов и жидкостей, например, воды, молока или бензина. Поливомоечная машина используется для поддержания чистоты на городских улицах. Летом с помощью таких машин можно сделать влажную уборку улиц, а также полить деревья и цветы на клумбах. В зимнее время поливомоечная машина может использоваться для обработки трассы для предотвращения гололеда. Для этого в бак вместо воды засыпают песок или специальный реагент, который небольшими порциями высыпается на дорогу. Автомобильный кран собирается на шасси грузовых автомобилей. Он оснащен оборудованием для подъема грузов и может перемещаться без специальных путей. Устойчивость такого крана обеспечивается за счет силы тяжести. Основным достоинством автокрана является его высокая мобильность, дающая возможность быстро перемещать его на удаленные друг от друга объекты. Реанимобиль – это разновидность автомобиля скорой помощи. Он выезжает на вызов в экстренных случаях, когда сил обычной скорой помощи недостаточно. Специализированная бригада реанимобиля оказывает скорую медицинскую помощь пациенту еще до того, как его доставили в больницу. Грузовой фургон имеет цельнометаллический кузов, предназначен для перевозки промышленных грузов. Почтовый автомобиль используется для транспортировки писем и посылок. Он состоит из двух отделений – для водителей и пассажиров и грузового отдела для размещения почтовых отправлений. Почтовый автомобиль окрашен в специальные цвета – белый и темно-синий. Автовышка – это автомобиль, оснащенный устройством для подъема и перемещения рабочих с инструментом и материалами. Автовышка используется при монтаже и обслуживании линий электропередач, при ремонте и обслуживании зданий, при обслуживании средств наружной рекламы, а также при уходе за городскими зелеными насаждениями. Фура – это большегрузный автомобиль с прицепом, который своей передней частью опирается на тягач. Фуры нужны для транспортировки разнообразных грузов. Тентованный грузовик имеет навес из водонепроницаемого синтетического материала. Такой грузовик предназначен для перевозки грузов, требующих защиты от воздействия солнечных лучей, снега, дождя и пыли. Гужевая повозка – это транспортное средство, предназначенное для транспортировки грузов или пассажиров с использованием силы животных, таких как лошади, буйволы, ослы, мулы, собаки и олени. Внедорожник – это автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счет широких шин, ведущих передних и задних колес и большого расстояния от земли до нижней точки автомобиля. Детский электромобиль – это игровое транспортное средство для детей, приводимое в движение электродвигателем с питанием от аккумулятора. Зачастую детские автомобили имитируют реальные автомобили престижных марок. Инкассаторская машина – это бронированная машина, которая защищает инкассаторов, перевозящих наличные деньги, банковские карты, драгметаллы и особо важные документы от вооруженного нападения. Городской автобус используется в качестве общественного транспорта. Такой автобус делает частые остановки, на которых высаживает и принимает на борт большое количество пассажиров. Он должен иметь широкие двери и проходы, накопительные площадки и поручни для стоящих пассажиров. Троллейбус – это безрельсовое транспортное средство с электрическим приводом, получающее электрический ток от внешнего источника питания. Троллейбусы используются в качестве городского общественного транспорта. Трамвай – это вид общественного транспорта для перевозки пассажиров по заданным маршрутам. Трамваи ездят по рельсам и используют электротягу. Эвакуатор – это специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии или нарушения водителям некоторых правил дорожного движения. Лодка – это небольшое судно, длина которого не превышает 9 метров, а грузоподъемность – 5 тонн. Лодки используются для отдыха, рыболовства, перевозки грузов с судна на берег и как спасательное средство. Теплоход – это судно, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания. В настоящее время теплоходы – это самый распространенный тип судов. Теплоходы могут быть пассажирскими, грузовыми, морскими, озерными или речными. Электровоз – это локомотив, приводимый в движение, установленными на нем двигателями, которые питаются энергией из внешней электросети. Спортивными автомобилями называют двухместные легковые автомобили, имеющие высокие скоростные качества и низкую посадку кузова. В отличие от гоночных автомобилей, которые сконструированы и построены специально для автомобильных соревнований, спортивные автомобили предназначены для езды по дорогам общего пользования. Пожарный автомобиль – это транспортное средство, оснащенное специальным оборудованием для проведения пожарно-спасательных работ. Наиболее распространенным типом пожарных автомобилей является пожарная автоцистерна. Она оборудована пожарным насосом, емкостями для хранения воды и пенообразователя, а также средствами их подачи. Поевой расчет такой машины составляет от 3 до 7 человек. Копер используется на стройке, чтобы устанавливать сваи. Он поднимает сваю, подносит ее к нужному месту, устанавливает в необходимое положение, а затем вбивает ее в грунт. Грейдер – это машина для разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих материалов. Она используется при строительстве, уборке дорог и в сельском хозяйстве. Свою работу грейдер выполняет с помощью специального ножа, установленного на раме машины. Этот нож можно поднимать, опускать, а также поворачивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Башенный кран – это грузоподъемная машина, которую используют для подачи строительных материалов, Это грузоподъемная машинка. Переводима – это грузоподъемная машина, которая используется при строительных материалов,